Утром около девяти я отправилась к подруге в офис, где она работала, и по дороге купила мобильный. Встретиться с Варькой логичнее вечером, когда она работу закончит. Но какая уж тут логика, если путь мой лежал как раз мимо дома Джокера. На этот раз я ехала на своей машине и старательно вытягивала шею, сама толком не зная, что надеялась увидеть. Может, джип Вадима или его самого, или Димку. Этот на машине вряд ли поедет, предпочитает общественный транспорт или резвую рысь на своих двоих. В общем, что-то вроде этого. А увидела двух ворон на вбитом в землю колышке, как раз посередине все той же клумбы. Теперь к палке была прибита перекладина, с двух концов которой и были привязаны мертвые птицы. Крылья сложены, клювы приоткрыты. Резко затормозив, я таращилась на них, вызвав гнев водителей. Мне сигналили, орали что-то, открыв окна. И нервно размахивали руками. А я оглядывалась. Клумба ближе всего к дому Бергмана. Если неизвестный хотел, чтобы Джокер видел птиц, лучшего места ему не найти. Дом стоит на площади, вблизи никаких других клумб. Правда, есть пяток деревьев, но в их листве на птиц вряд ли обратят внимание. На противоположной стороне площади банк. Огромное здание круглой формы, прозванное в народе шайбой. Левее здание суда. Очень заманчиво решить, что его обитателям вороны и предназначались. Да вот незадача. Прямо перед судом распрекрасная клумба с петуньями, втыкая хоть десяток колышков. Остается кинотеатр. Там не только клумба, но и фонтан. Тоже запросто можно птичек подвесить. И жилой многоквартирный дом Сталинка. Вдруг вороны предназначались одному из жильцов. Слишком большое расстояние. Велика вероятность, что птичек даже не заметят. С печалью, глядя на ворон, я все больше убеждалась, это не глупая шутка. И предназначался подарок Бергману. Я перевела взгляд на его дом. Если честно, пришлось делать большое усилие, чтобы немедленно туда не отправиться. Интересно, что он думает по поводу появления этих птиц. Что бы ни думал, вовсе не факт, что мне об этом скажет. Скорее предпочтет отшутиться. Пока я торчала возле клумбы, мешая движению, поблизости появилась машина ЖКХ. Дядька в оранжевом жилете подбежал к клумбе и попробовал вытащить вбитый в землю кол. Удалось ему это не сразу. Довольно громко матерясь, он его все-таки выдернул и побрел к машине. Мертвые птицы бились об асфальт. Проводив их взглядом, я отправилась домой, забыв про Варвару. Точнее, подруги я вспомнила, сворачивая во двор своего дома. Досадливо скривилась. Сама толком не зная, стоит к ней теперь ехать или нет. И тут увидела машину Бергмана.